Чтобы робот привел к успеху своего создателя, последнему нужно очень постараться. В выходные на базе Центра технического творчества «Новация» прошел открытый городской конкурс «Робофест». Десятки юных изобретателей представили своих роботов на суд жюри. Мы являемся именно отборочной площадкой, так как региональный ресурсный центр именно Центр «Новация». Представляем региональный отбор, то есть у нас есть в каждой номинации несколько квот. То есть победители первое и второе место в некоторых номинациях проходят защищать Ивановский регион на всероссийском робофесте, который состоится 15-17 марта. Соревнования в рамках конкурса проходили два дня под девяти направлениям. Эта номинация называется «Хеллоу робот траектория квест». Здесь участникам необходимо сконструировать и запрограммировать робота так, чтобы он распознавал цвета и выполнял команды. Ехать вправо, влево, вперед или остановиться. Попыток две. Если робот все идеально проходит, то у него фиксируется, во-первых, время, и по сумме за две попытки он определяется победителем. Соответственно, если количество очков они набрали одинаковое, то определяется по времени, кто быстрее. Сложность в том, что расположение цветов на пути движения робота участники видят впервые. Подопечный Саша и Максима набрал 35 баллов. Робот оказался сообразительнее своих конкурентов. Если подобно ему запрограммировать машину покрупнее, то мог бы получиться, например, очень хороший погрузчик. Ну, например, на какой-нибудь заводе там есть там склады, несколько различных складов. И там ставят робота, он везет с собой груз. И там какой цвет, то, например, красный цвет, надо проехать в первый склад, а зеленый там во второй. И так можно управлять доставкой объектов. Победители робо-феста представят Ивановскую область на всероссийских соревнованиях в Москве. На подготовку остался месяц. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.